Город мастеров или Маркарьевская ярмарка прошла в гимназии номер 41. Традиционно на ней представлены угощения, приготовленные детьми и их родителями, поделки ручной работы и другие сюрпризы для гостей праздника. Ежегодно средства, собранные от покупок, идут на благотворительность. Это традиция, которая уже 11 лет объединяет вокруг себя учителей, учеников и их родителей. Ярмарка – давняя традиция гимназии. Она проводится в честь бывшего директора Аркадия Маркарова, который в свое время также устраивал подобные благотворительные акции. В честь него названо не только само мероприятие, а также валюта, которой здесь расплачиваются. Чтобы что-то приобрести на этой ярмарке, сначала необходимо обменять деньги. Валюты здесь называются Маркары. Вот, например, один Маркар – 10 рублей. По-моему, очень выгодный курс. За долгие годы ярмарку уже успели полюбить многие жители города. Так постоянный ее гость – глава округа. Потому что здесь есть такие глубокие, хорошие традиции, которые поддерживаются и преподавателями, значит, выпускниками, родителями. Поэтому надо только радоваться, что есть такие школы. Вот этот опыт, наверное, как в той или иной степени надо как-то передавать в другие школы. Возможно, у какой-то школы будет что-то свое, но традиции должны быть обязательны. Нынешний директор 41-й гимназии участвует в ярмарке с радостью. По ее словам, она объединяет вокруг себя учеников, их родителей и учителей. Для нас это важно в плане, потому что это ярмарка Маркарьевская. Память о нашем директоре, безвременно ушедшем. Поэтому для нас это действительно та традиция, которую мы очень чтим. С этой ярмарки никто не уходит без покупки. Например, как учитель начальных классов Татьяна Смирнова, которая каждый год находит для себя что-то особенное. Вот это все, что я купила сегодня на ярмарке, приобрела в свою копилочку. Шумно и весело все, как на традиционных ярмарках. У каждой импровизированной лавки свои зазывалы, которые предлагают только самое лучшее и приготовленное с любовью. Сегодня я на нее принес, я свои блины принес. Я сегодня стоял, их с утра закручивал. Вот, с изгущенкой, да. Покупайте. Участие в ярмарке в этот день приняли сотни человек. Помимо школьников и учителей на нее пришли и жители города. Повышенный интерес к этому событию объясним. Маркарьевская ярмарка – это масштабное событие. Здесь можно найти все, что душе угодно. Выпечка, шашлыки, подделки ручной работы. Ну или вот, прокатиться с ветерком. Так, если в здании гимназии стоят многочисленные столы, заполненные товаром, то на улице свои развлечения. Во дворе взрослые вместе с детьми также зарабатывали маркары приготовлением шашлыка. До этого мы просто были помощниками. Да, ну вот в эту ярмарку нам все разрешили, вот все делаем. Разделили нас на две части. Вон взрослый мангал стоит, а это наши. И как получается? Да, одна готова уже. Все пользуется большим спросом. Отмечу, ежегодно вся сумма, собранная на ярмарке, идет на благотворительность. Обычно она варьируется от 200 до 300 тысяч рублей. Мария Антонова, Дмитрий Радзянко, телеканал ЛРТ. Всем привет! Я Наталья Григорьева. Вы смотрите ЛРТ. Подписывайтесь на наш канал на Ютубе, ставьте лайки и всегда будьте в курсе интересных событий.